Встреча с Библиотеком Достоевским Клуб любителей фантастики имени Александра Беляева Вы можете спросить, почему клуб называется именем Александра Беляева Могут быть много причин Может быть вы подумали, что это наш любимый писатель-фантаст Или какие-то другие причины Я вам хочу сказать, что клуб любителей фантастики Мы назвали именем Александра Беляева По одной единственной причине Дело в том, что фонд новое тысячелетие Которому в этом году уже 25 лет И мы с Яном Ильямовичем его учредили Находится по адресу Лялин переулок, дом 5 Мы выяснили, когда изучали культурную карту нашего микрорайона Мы выяснили несколько поразительных вещей Которые я вам расскажу Первое открытие, которое мы сделали Это касалось личной биографии Яна Вилемовича Дело в том, что у Яна, его тетя Люся Аргутинская, писательница И она в 30-м, в 37-м году, по-моему Написала маленькую повесть Татьяна Соломах Вы, конечно, знаете Это героиня гражданской войны И вот Люся Аргутинская написала эту повесть И эта повесть, она произвела Такое большое впечатление На другую героиню другой войны На Зою Космодемьянскую И когда ее фашисты захватили в плен То она назвалась В честь памяти Татьяны Соломах Она назвала себя, вы знаете, Таня И гуляя первый раз Это лет 15 назад по этим переулкам Мы вдруг обнаружили Тут недалеко есть колпачный переулок И там дом И мемориальная доска гласит о том Что в этом доме в ополчении Пришла на сбор первых участников Народного ополчения Зоя Космодемьянская И отсюда она уехала на фронт И практически сразу Через несколько месяцев погибла А тетя Яна Вильямовича Люся Аргутинская Ее последняя рукопись Детство в Тифлисе Она не была опубликована И мы с Яном решили эту рукопись достать Ян ее отредактировал И мы ее опубликовали И так вот этот вот круг символов И знаков Он как-то так закрылся и завершился И все произошло вот в этом месте И Зоя Космодемьянская отсюда уходила И мы сюда приехали И мы потом издали Аргутинскую И вот такое соединение символов Вот лично меня всегда очень поражает И прошлым летом Совершенно неожиданно У меня было свободное время И я написала за два месяца Три сборника Научно-фантастических рассказов Я их писала просто вот каждый день За два-три часа У меня был готов значит какой-нибудь рассказ И мы с Яном решили Что ну раз они написаны То просто для друзей Издать эти сборники И вот я их издала Вот они в таком вот виде Очень красивые И мне это дело очень понравилось Каждое утро вставать и писать рассказы Но потом я заглянула в интернет Просто раз уж я стала писать рассказы Чтобы посмотреть что Какие клубы Где что происходит И вдруг обнаружила Что Александр Беляев Там была маленькая ссылка Жил в Москве В Ляльном переулке Я так удивилась И стала изучать этот более подробный вопрос Нашла журналистов И действительно И это действительно так Александр Беляев жил здесь На Покровке В Ляльном переулке В доме 14 Ну тогда я решила Что это вот просто судьба Что мы должны создать Клуб любителей фантастики Имени Александра Беляева Мы будем изучать творчество Беляева Как фантаста Как мыслителя И постараемся Разыскать все его биографические данные Собрать литературу И все его произведения Все в одном месте И все это будет происходить Происходить уже в другом месте В другой библиотеке А в этой библиотеке Мы тоже вот по законам По законам развития символов Решили открытие сделать в этой библиотеке Потому что эта библиотека Вы знаете Она открыта В 1907 году И она отсюда никуда не переезжала Она всегда находилась здесь И значит Можно себе представить Что Александр Беляев Будучи журналистом И писателем И просто вот тем, кем он был Он, конечно, ходил в эту библиотеку И не раз И мы надеемся Что его дух Здесь сейчас с нами присутствует Может быть, наблюдает Конечно же, радуется И судя по тому, какой он был человек Конечно, радуется И, может быть, с иронией Или с юмором Смотрит на наше такое вот Маленькое пока Сообщество Но в силу того, что интернет функционирует И все наши записи, которые мы здесь провели Они потом набирают тысячные просмотры И все в курсе всех дел Которые как-либо здесь происходят Конечно, я могу рассказать То есть не могу, а должна рассказать Немножко совершенно Основные факты биографии Александра Романовича Беляева Он родился в Смоленске 6 марта 1884 года В семье священника И отец, конечно же, хотел его направить По своим стопам И отдал его в духовную семинарию Но Александр ее не закончил В 911 году, по-моему И даже не закончил И поступил в Денисовский лице Как бы на юридический факультет Учащий даже на юридическом факультете Он параллельно стал учиться В консерватории по классу скрипка И вообще он был такой человек Который очень много менял Менял профессии Был и фотографом И играл на скрипке в цирке Естественно, он как юрист Уже потом был очень хорошим адвокатом И вот личность Беляева Как человека такого активного Она, конечно, отразилась На всей его потом жизни Он, вот как вспоминает его жена и дочь Он вообще не любил находиться долго Не то что в каком-то месте А так как переезжать можно было В рамках города или там Он в Ленинграде, по-моему Несколько, пять раз переезжал С квартиры на квартиру Он не мог сидеть на одном месте И так как вот он был такой вот фантазер Он решил один из своих обменов Вот дочь говорит Мы жили в прекрасной вообще квартире Где была какая-то конторка Из мебели девятнадцатого века И были кресла С львиными головами Значит А он решил поменять квартиру с кем-то И говорит И не надо носить мебель Туда-сюда возить Давайте меняться вместе Значит У кого какая мебель есть Они, значит, выехали С этой шикарной квартиры Приехали А там была железная кровать И сломана табуретка Больше, так сказать, ничего не было И Ну, он был неугомонным Когда, значит, он Ну, вы же представляете Начало двадцатого века Вот только-только появились фотографии А он вот решил фотографировать И как вот его друг вспоминает школьный Что, конечно, все фотографировали там Друг друга там Или кого там В общем, окружающий мир А он фотографировал себя Во всех Во всех позах Во всяких Что только он не придумывал И один раз он решил сфотографировать Свою голову Якобы отрезанную на тарелке И все-таки добился этого Они сконструировали какую-то такую тарелку Он просунул туда голову И голову эту сфотографировали Эта фотография долго еще у них где-то хранилась Пока во время войны Это все, конечно, было потеряно И он очень тяжело болел Костным туберкулезом И иногда по 3-4 месяца Он лежал полностью Вот его несколько часов там Гипсом гипсовали И он от 3 до 4 месяцев Лежал вот целиком как мумия И в этот момент он там вспоминает Что вот как-то так он подумал А что со мной будет Если, значит, муха сядет мне, значит На нос И как я тогда буду из этой ситуации выходить И он думал, думал Потом вот этот сюжет Он отразился в этой повести Голова профессора Дуэля В общем, почему я вам рассказываю Это было По тем материалам, которые я уже Уже как бы прочитала Это был просто необыкновенный человек И, конечно, это все здесь Где-то витает его дух Вот именно в этом микрорайоне И от самой войны Мы сделали операцию на позвоночник И он Его не смогли эвакуировать И он жил в городе Пушкино И умер Умер от голода 6 января 1942 года А сейчас я бы хотела Предложить Предложить выступить Яну Вильямовичу И мы подумали Как важно Восстанавливать Крупицы Исчезающего сознания Вот по следам Исчезающих душ Это очень важно Потому что наша историография Она Людьми не интересовалась Она интересовалась их книгами А вот что стояло Стояло за этими книгами Никто не знает А ведь это очень существенно То что я буду читать Это такая попытка Увидеть то Что ускользнало От внимания Самого Беляева Если бы он знал Куда приведет Его судьба Он Не так Трагически умирал бы Он поверил бы В собственное Бессмертие Вот этот аспект Я сейчас и буду Рассматривать Это не стихи о Беляеве Это стихи А его В моем сознании Отпечатки С фантастами Я Лично знаком был Достаточно плотно Игорь Можейко Был моим приятелем Это Кир Булычев Еще по институту Востоковедния С Рэем Брэдбери Мы Да Дружно встречались В Соединенных Штатах Никогда Можейко О себе Как о Кире Булычев Не рассказывал Для меня это был Как гром Среди Среди ясного неба Брэдбери Меня поразил Тем Что он так Внимательно Меня слушал А потом спросил А когда будете деньги Платить мне За мои произведения Вот это Такая фраза Была бы Совершенно немыслима Для Беляева Вот этот контраст Я и Положил в основе Своего Сочувствия И соучастия Александру Пляския Пляския В тревожном сне Чей мозг В царстве Гонит Гонит Боже 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 Великий тот Пуст Абедовский храм Пали рабы и скот Смерть подступает к нам Боже Боже Я здесь один Смерть на моих устах В желтом песке В желтом песке пустын Братьев небесных прах Время Мой брат И враг Твой Невозвратен Миг Старый Халдейский Маг Смотрит В небесный Боже Боже Вскричал он Здесь Сын Умирает Твой Душу мою Вознесь Нашей Двойной Звездой Там За двойной Звездой В космосе Вечен Град Боже Прибудь Со мной Мещет Усталый Взгляд Вечен Его Завет Братья Кто был Рожден Разум Душа И свет Крылья Его Имен Вещество Из которого Сотканы Сны Где Зеленые Дебри И крылья Наяд Где Четыре Пространства Открыться Должны Убежать Оглянуться Вернуться Назад Там В садах Поднебесных Огни Гесперид Драгоценные Формулы Тихо Растут И Взбираясь По склону Как солнце В зенит Обрывается В вечной Созвездия Минут И окружности Мчатся Несметны Часы Справедливость Подъемлет Смещается Знак И Жемчужный Кефей Верстовые Весы Непрестанно Колеблет Предмысленный Враг Мрак Это Солнце Ночное Сады Гесперид Вещество Из которого Сотканы Сны Где Четыре Пространства Как Тень Пирамид И Иронимый Отдает Себя Ей В Ее Учение Вот Так Я Думал О том Что Я Писал О Беляеве Спасибо Я Хочу Предоставить Слово Валерию Галичиану Творчество Валерия Оно Уже Многолетнее Еще В Тысячи В Каком-то Там В 94 Году В 94 Году Вышла Его Фантастическая Вышла Его Роман Четвертый Рим И Когда Я читала Это Был Действительно Какой-то 94 Год Что ли Ну Да Там Практически Было Написано Да Я Знаете Дело в том Что я Издавала Эту Книгу Я Прочла Еще В Процессе Редактуры И Когда Я Дочитала До того Места Как В Ленинграде Стали Все Приватизировать И В том числе Приватизировали Скамейки В Летнем Саду Я Так Подумала Вот Это Никогда Не Может Быть Чтобы У нас Кто-то Что-то Приватизировал Оказалось Что Сами Вы знаете Валера Был Прав Приватизирует Все же Теперь Приватизирует Тогда Не было Ни Ваучеров Ни Чубас Еще Ничего Такого Не было А он Да А он Вот И Вообще Этот Четвертый Вот этот Роман С полком Роман 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 Был Громад По тем Временам Тиражом Да 10 тысяч Вот сейчас Книжки Издаются Да Вот По 30 Экземпляров Там 50 10 тысяч И весь Разошелся Вот Я даже Хотела Кому-то Показать Принести А Не могу Никому Не Подарить Не Рассказать Потому Что Это Единственный Экземпляр Который У нас Остался И Только Потому Что Он Подписан Он Подписан Если бы Не это Вы бы Вообще Эту Книгу Сегодня Даже Не Увидели Но Валера Сам Фантастический Человек И Поэт И Рассказать О том Какие он Пишет Стихи Просто Невозможно Их надо Смотреть Изучать Напрягать Вообще Все Извилины Свои Чтобы Все Это Прочесть Но Валера Да А рисует Сам Автор Сам Автор И Эти Потрясающие Вот Потрясающие Книжки Книги Стихов Ну вот Их Действительно Надо Изучать Как Очень Да Очень Очень Серьезно Научное Издание Значит Фантастик Это Вероятно Самый Самый Древний Жанр Получается Литература Почему Потому что Все сказки Сказания Не говоря Уже Про Весование Не говоря Про Исторические Хроники Как мы Теперь Знаем Что Вся Эта История Вообще Когда Начинаешь Читать Что Она Соответствует Наверное Тому Что происходило Но В очень Такой Незначительной Степени Поэтому Все Мы Спокойно Можем Относить Жанр Фантастику Всю Литературу С тех пор Как Она Началась Если Мы Говорим Про Классическую Литературу Здесь Мы Слышали Ян Вильянович Рассказывал Про Ильяду Гомера То же самое Понятно Что Это Тоже Такая Фантастическая История Слава Богу Вроде Как Нашли Трою Но Никак Не Могут Определить Время Войны Вот Тогда Ли Там Была Война И Литали Это Была Война Никто Не Знает Ну А Про Все Путешествия Одиссея Про них Рассказывать Понятно Все Кто Читал Понимает Что Конечно Имеет Отношение К Реальности Но Не Совсем Прямое Если Говорить Не Про Европейскую Литературу Про Литературу Допустим Восточную То Взять Махабхарату И Другие Индийские Истории То Вроде Они Тоже Все Конечно Если Читать То Они Все Тоже Во многом Имеют Фантастическую Свою Основу Не Будем Трогать Библию Потому Что У нас Народа Есть Всякие Разные Представления Об Этому Поэтому Не Будем Трогать Поэтому Оставим Как Полностью Ральную Историю Единственное Скажем Что Те Многие Истории Которые Там Рассказываются Они Уже Были И В Других Народах Повторялись И Многие Раньше Чем Были Описаны Библией Поэтому Тут Тоже Как Есть Моменты Не Трогай Их Не Затрагивай Так Сказать Если Взять Литературу Китайскую То Там Допустим Тоже Из Древних Жанров Путешествия В мире Духов Допустим Существует Потом Если Взять Четыре Великих Китайских Романа Ну Это Троецарствие Речные Заводи Сон Красном Тереме И Путешествие На Запад То Путешествие На Запад Четырех Томник Там Присутствует Сама Царь Обезьян Который Царь Обезьян Изъясняется На Человеческом Языке Хотя При этом Является Обезьяном Принимает Различные Формы Если Возьмем Сон Красном Тереме То Одна Из Главных Героин Оказывается Фея В конце Концов То Если Путешествие На Запад Буддийский Роман То Это Уже Даосский Роман Сон Красном Тереме Но Два Других Которые Я назвал Они Более Степени Более Боевые Царства Войны Непрерывные Речные Заводи Партизанские Войны Тоже Происходят Применительно Поэтому Она Присутствует В общем-то В любом Жанре Любое Повествование Если Говорить Серьезно То Ведь Это Все Так Не То Что Происходило На Сам Деле А То Что Это Возникло В голове У автора Ведь Он Излагает То Как Он Видит Что У него Возникло Поэтому Оно Тоже В Мы Говорим Говоря Про Создавать Такой Клуб Это Конечно Такая Глобальная Какая-то Задача Потому Что Она Охватывает Все На Свете Она Охватывает Все Жанры Тут Мы Про Поэзию Говорили Уже Не Говоря Все Жанры Понятно Любые Жанры Прозы Поэтому В общем Это Конечно Я Не Знаем Можно Так Сказать С С С Восхититься Смелостью Тех Чувствовать Потому Что Более Большой Материал Придется Охватывать Так Что Дай Бог Им Двигаться В этом Направлении Ну А Еще Немножко Продолжение Своего Выступления Поскольку У нас Тут Была Какая-то Поэтическая Начало То Я Тоже Немножко Его Продолжу И Вот Начнем С того Что У меня Изображено На Футболке Да Я Вам Прочитаю И Поскольку Это Относит У нас Со Вселенной Мы начинаем То есть Как бы Направление Называется Это путешествие Написано С крыла Стрекозы С трозой К ядру Вселенной Сия и лечу Вот что здесь Написано Не знаю Как это Вам так Воспринимается С стороны Но Еще Здесь С точки Зрения Дополета Продолжение Свободный Номер Во Вселенной Отеле Непросто Найти Это мы Про Так сказать Про тот самый Размах Куда Двигается Наша Фантастика Давайте Теперь Еще Я хотел Закладку Сейчас Найду У нас Про Экзопланеты Сейчас Тоже Очень актуальна Тема Созвездия Лиры Киплеряне Как эскимосы Аляски В пляске Зовут Экзопланетная Прогулка Черные Листья Колышется Слышется Скрипение Ручья Ну Нельзя Тут И без Пришельцев Обойтись Тут Космиты У меня Сейчас Посмотрим Их Много Всяких Рептикуляне Серые Уж Секс Давным-давно Забыли Прибыли Взглянуть Богомолы По земле Рыщут Ищут Виновных Младших Деградаций Нордики Чуть Нас Повыше Повсеместно Неместно Приветливые Рептилоид Великан Гребнем На макушке С катушек Свалил Хохоча Адромедяне Стерильные Ничуть Незаразные Из плазмы Ангелы Вот это Как бы У нас считается Пять основных Пришельцев Которые У нас есть На земле Их так Классифицировали Не будем Как вдаваться Так это Все Или не Совсем Так Но Во крайней Мере Что мы Знаем Про них И Кроме Путешествий Самих По себе В пространстве Которых Мы говорим Конечно Фантастика Не может Не захватывать И путешествия Во времени Ну вот Я тоже Из этого Почитаю Одно Своё Тишка У меня Называется Квара Потому что Мне надо Придумать Какое название К тому Что здесь Есть Аквары Поскольку Как бы Тут в основном Они по четыре И такого слова Нет в живом языке Аквары Есть только Мёртвым Ну понятно Что он по себе Потому что И призывает Что это четыре Как бы Богатство Мёртвого моря В умершем море Ловлю кусок Асфальта Ищу Кому Продать Вода Из горы Медь Выносит Сносит От счастья Мозги И про Мальту Тут два стихотворения Мальтийская колея На вагонетке Прокачусь Строителем Былым С ветерком Ком Торакула У Оракула Кушаю Слушаю Про сегодняшний день Ну Стихотворную часть Я бы хотел Закончить Вот этим стихотворением Но прежде чем Про него К нему приступить Надо Пару слов Сказать еще Про фантастику А потом уже Вернем Стихотворению В наше советское время Фантастика Была очень популярна Ну во-первых Потому что И читать Особо было нечего А во-вторых Потому что Ведь Наверное Мы все это помним Что Многим Чтобы каким-то образом Показать Представление О своей стране Приходилось Или переносить Действия В какие-то другие Страны Или Напустим Другие времена У нас самих Вот тоже С Сальшианинским Был такой У нас кстати Был такой Рассказ Взрыв Причем Туалтираж был Вообще 60 тысяч экземпляров И не научная Это реализм Реализм Был не соцреализм То же самое Булгаков Мастер и Маргарита Уже Практически Это уже было Позже Все издано Ну а вот После Вот этот Четвертый Рим Это роман Слава Богу Тут Сказал А главное Что не сбываешь Что здесь Произошло Потому что Тогда казалось Что развалится Вся наша страна Полностью И в ней вообще Там Это самое Ничего уже Не останется А типа Останется Каких-то Что-то вроде Удельных Каких-то Даже не хняжеств Каких-то поселений Полных развалений Слава Богу Это мы пережили Это не произошло Но вот теперь Когда я вот думаю О грядущем Вот это вот Стихотворение Да Вот и мне Что-то представился Достаточно отчетливо Клон И что у нас Вообще ждет Давайте я его Прочитаю вам У нас всех Он находится Наклоны гляжу Похож Не схож Однако подлец С натурой Везде Меня выступает Никуда не подпускает Но здесь я хочу сказать Что я надеюсь Вы поверите Что это не клон На поклон Кулон принес Морщится падла Задирает нос Приврать удастся Сдастся может В мелочах Не зачах пока Вот я когда написал Это стихотворение Как раз тоже Буквально несколько дней назад Что-то как-то Мне стало грустно Я подумал Что ведь Наверное все-таки Вот мы тут с вами находимся Лет там через 30-40 Уже наверное В таком-то виде Людей-то практически Практически уже и не будет Нет Это никак Нет Объявите Вы очень как-то Вы сейчас ее видите Да Эти может еще будут Я говорю Я не про Я говорю что нас не будет Эти наверное будут Но уже такие будут Реликты Вродить Среди Потому что Потому что Посмотрите Сейчас Органы искусственные Делают другие Уже в принципе Потом К чему это перейдет Тому что В общем Получается что Как компьютер Да Вы помните Первые были компьютеры И что теперь Теперь же компьютер Если его Есть узел Блок поменял Поставил другой Будет Тоже сам Человек Но когда будут Менять блоки Возникает вопрос А зачем Это такая Оболочка Вообще Понимаете Неудачная Так удачно Все менять Но так неудачно Туда вставлять Разрезать Все куда-то Зашивать Зачем все это Ведь можно найти Более функциональную модель В которую можно Вставлять все это Чтобы это нормально Функционировало Поэтому конечно Изменится Сам бы себе Внешний вид Нет Я же не говорю Я просто говорю Про то что Вот Потом значит После этого Знаете Стоит вопрос Значит с мозгом Мозг уже как бы Тоже так более-менее Уже да видите Он уже режет Уроны слои Уже как бы Уже можно оцифровать По идее Значит Может будет Мозг оцифровать То же самое Какие-то не те Отклонения Механические неполадки Можно тоже Будет поменять Поэтому вроде бы Я боюсь Что как бы Такой вроде Человек Он будет очень Нефункциональный Ну вот видите Вот когда смотришь На клона Тоже В общем получается Когда клон Смотрит на нас Он тоже наверное Думает А что вообще Это Вот я Такое совершенное А это кто такой Передо мной Поэтому боюсь Что это самое Ну Конечно Мы считаем Что наше время Вечное И люди будут Сочетать всегда Хорошо Все 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 империи Все цивилизации Пребывали в таком же Заблуждении Так что Най бог Чтобы наше Заблуждение Осталось с нами Говорить можно Очень много О фантастике И я Рад Что У нас есть Такой клуб И что Я Буду членом Этого клуба Фантастика Очень широкое Понятие И правильно Было сказано До меня Что Охватывает Фантастика Ну едва ли Не всю Человеческую Культуру Но вопрос Почему Да потому что Сам человек Так устроен Потому что Так устроено Его Отношение К миру Он Имеет Мышление Но он имеет И чувства Но он имеет И воображение Которое Всегда присутствует И там И там И в мышлении И в чувствах И Мы с вами знаем Что вот Классик Немецкой Философии Кант Даже Говорил о том Что Существует Такая Продуктивная Способность Воображения Как одна Из способностей Человеческого Мышления Сознания Которое Выполняет Очень важную Абсолютно Незаменимую Уникальную Функцию В сознании Она Опосредующую Функцию Выполняет Между Рассудком И разумом Соответственно Человек И его Чувствами Его чувствности Она создает Она создает Такие вот Трансцендентальные Схемы Воображения Которые Как прокладка Как вот Наши Представления Делают нам Доступными Понятия То есть Понятия Если мы Захотим Формализовать Чисто Логические Вещь нам В общем Ну как бы Была бы Недоступна Не будь у нас Способности Воображения Представления Мы их делаем Для себя Доступными И пользуемся Им только Благодаря Нашей способности Воображения Ну и Чувства Да Было бы Нелепо Понимать На мой взгляд Да Это Моё личное Мнение Понимать В традициях Вот Сенсуализма Империзма Который Стал так Популярен И моден Вот В новое Время Благодаря Таким Вот В основном Англосаксонским Мыслителям Как Бекон Юм Беркли Лок И другие Да И Они сильно Повлияли Тоже На всю Нашу Философию И вплоть До сегодняшнего Дня Ну а В этике Это выражается В утилитаризме Да Который Сегодня В нашем Обществе Очень силён Так что Всё это Довольно Актуально Так вот Вот это вот Чувственность Человеческая Она Тоже Опосредуется Нашим Воображением Представлением А стало быть И мышление И высшей Функции И духовность Она Всегда Тоже Присутствует Соучаствует В нашей Чувственности И было бы Нелепо Ещё раз Вернусь К тому Что я уже Говорил Представлять Наше Ощущение Восприятие И представление Вот так Как их Представляли Вот эти Англосаксонские Мыслители Склонные Упрощать Дело Очень сильно Примитивизировать Даже Как будто Мы Чувствуем Вот это Гладкое Ровное Да И Один раз Почувствовали Второе Третье Четвёртое Пятый И так у нас Формируется Якобы Понятие Об этом Предмете Но ясное дело Что это Не так Потому что Вот он Предмет Вот она Книга Мы знаем Уже Об этом Заранее Поэтому Я не буду Вдаваться В философские Дебри Я просто Хочу сказать Что человек Так устроен Что Без фантастики Он жить В принципе Никак не может И фантастика Присутствует Абсолютно Во всех Форумах Культуры И в науке Она есть И без Воображения Наука Просто Не могла бы Развиваться И двигаться Вперед Другое Дело Что она Пытается Всячески Эту Свою Сферу Которая Реально Представлена В людях Которые Науку Двигаются Которые И занимаются Но Вот Как бы В конечных Результатах Научной Деятельности Наука Стыдливо Так Я бы Сказал Чрезмерно Скрупулезно Удаляет Пытается Удалить Все Строительные Леса Эти Строительные Леса Очень Важны Но Мы знаем Что Если Посмотреть Как Возникала Наука И Как Она Существует Даже До сих Пор То Мы Можем Видим Найти Там Много От Искусства И Особенно От Мифа Один Из Мощнейших Источников Происхождения Науки Это Конечно Религиозное Знание И Магическое С одной Стороны Связанное С мифом И Религиозное Знание Когда Человек Пытался Постичь Мир Благодаря Тому Что Он Верил В Существование Неких Высших Ему Казалось Это Сверхъестественных Сил Которые Могут Его Спасти И Сохранить Но При Этом Он Пытался Мыслить И Осмыслить Это Высшее Существо Которое Он Конечно Во Всех Высших Религиях Пытался Как-то Персонализировать Персонифицировать И Верить В Некую Личностного Бога А что Касается Фантастики Сегодня Вот как Я ее Вижу Наука Сегодня Играет Доминирующую Функцию Во всей Культуре Выполняет Роль Правительницы Что В культуре Да Она Наука Да Я согласен И вот Выполняя Такую Главенствующую Функцию Она Многое Тормозит Она Многое Чему Не дает Просто Заходу Заглушает Уничтожает Даже Мы знаем Что Если Что-то Объявлено Ненаучным А тем более Лженаучным Псевдонаучным Это Не будет Развиваться Потому что Для общества Для общественного Мнения Это Сигнал Ату Или Лучше Этим не заниматься Будете заниматься Пожалуйста Это Как бы Это Не запрещено Но Есть Давление Среды Общественного Мнения Которое Говорит Лучше Не надо Карьеру На этом Не сделаешь Значит Признание Не добьешься Ты в обществе На этом Да А если добьешься То В неких Узких Кругах Так вот И мы знаем Что наука Особенно Мощные Импульсы Развития Получив В начале Может быть Семнадцатого Века Кульминация Такого Кульминационного Развития Достигла Наверное В девятнадцатом Двадцатых Веках Сегодня Она тоже Развивается Но Я что хочу Сказать Даже Вот Фантастика Человеческая Вот этот Жанр Он Стал В свое Время Научной Фантастикой То есть Вот Фантазировать Не научно А использовать Для Применения Своего богатого Воображения Которое Ублетает В бесконечность Другие Формы Культуры Ну например Миф Да Вот Верно Было сказано Что А где Современные Сказания Мифы Легенды Может быть Попытка Учередить Даже Какую-то Основать Какую-то Новую Религию Хотя Это Предпринимается Но Это Не очень Популярно А Или Искусство Да Фантастика И искусство Или Фантастика И Я не знаю Что-то Еще Просто Философская Фантастика Не очень Хорошо Мы Очень рады Что у клуба Будет Такое Мощное Философское Обоснование Это На самом Деле Та Фантастика Которую Многие Еще И не Видят Потому что Мир Меняется Уже Ученые Заметили Мне сказали Наш пространственно Временной Континуум Простите Меняется У него Сейчас Совершенно Другие Параметры Так что Почему Меняется И мы Видим Как Меняется Вообще Все Вокруг Меняется Климат Меняется Все На свете Там Где Пустыни Как Говорится Зацветут Сады Где Сады Станут Пустыни Так что Здесь На самом Деле Меняется Все И Конечно Это Не бросается Сразу В глаза Но Ведь Человек На земле Если Так На него Посмотреть Он На самом Деле Никак Не Внялся Вот Четыре Две Ноги Две Руки И Вы Посмотрите В веках Это Все Одно И то Одно Тело Хотя Была Масса Цивилизаций Которые Имели Другие Тела Но Те же Самые Руки Те же Самые Ноги Головы Но Не Выглядели Совсем По-другому И Сейчас Очень Много То Все Можно Увидеть Там Сейчас Уже Я Лично Видела Как Было Интервью С Группой Археологов Которые Копали И Разрывали Что-то В Крыму Лежит Значит Несколько Человек Несколько Черепов Кости И Один Полностью Собранный Скелет И стоит Начальник Партии Не видно Спрашивающего Интервьюера И Я смотрю На этот Скелет И я понимаю Что Человек Что-то Маленькое По сравнению Со скелетом Скелет Триста Это Три с половиной Метра Совершенно Полненький Хорошенький Скелет Почему Мы не находили Этого Раньше Потому Что Как Эти Все скелеты Жили Немножко Не в наше Время Потому Что Если Вы Вот Есть Такая Прекрасная Книжка Моя Подруга Ее перевела На русский Язык Нормана Миллера Вечера В древности Такая Толстая У них был Тогда бестселлер Это Жутко Трудный Текст Я не знаю Как она Справилась Я была Прямо В восторге От того Как она Перевела Она написана Так Книга Ребенка Книга Царей Книга Фараонов Книга Царица Вот так Вот И Ты читаешь Эту книгу И понимаешь Что это Что-то Не наше Время Потому Что Они Спокойно Читают Мысли Друг Друга И Это Такая Сложная Каша Их Беседы Их Впечатление Каждого Об этой Беседе То есть Это Совершенно Невероятное Время Значит Это было Когда Земля Еще была В пятом Измерении Ну Как минимум Да Потому Что Засевалась Земля Жизнью Ну Гораздо Раньше Вот А сейчас Мы Спустились В самую Ведь мы Знаем Да Сначала Когда Образуются Планеты Сначала Крутятся Газы И так Дальше Постепенно Это Вот Все Плотнее 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 Мы Находимся На самом Дне Плотности Вот Мы С вами А сейчас Все Меняется И развитие Человека Только Духовное Другого Развития Нет У нас Не вырастают Новые Конечности У нас Не меняются Никакие Это Вообще Невозможно Потому Что Дарвин Когда-то Говорил Что Если Кто-нибудь Найдет Переходные Формы Между Видами Вот Тогда Моя Идея Имеет Смыс Но Она Не имеет Смысла Потому Что Никто Никогда Этого Не нашел Поэтому На самом Деле Все Я Читала Два Обзора Очень Больших На эту Тему Это Один Обзор Написан Библейским Обществом Америки А другой Турецким Философом Хароном Яхья И Вот В Этих Обзорах Собрано Более Двухсот Научных Работ Англоязычных Которые Просто Показывают Что Никаких Изменений За все Время Не происходило То есть В этих Обзорах Четко Они говорят Сами Эволюционисты Говорят Что Извините Каждый вид Появляется В полном Порядке И так Миллионы Лет А потом Его нету И другой Появился Мы вас Будем просить Делать Обзоры Уже Для Для Нашего Да Я случайно Случайно Удалился Извините Это Просто Вот так Случайно Но я На самом деле Хочу сказать Что Фантастика Сама по себе Фэнтези В том числе Это Конечно То На чем Стоит Вообще Вся жизнь Потому что Сначала Появляются У фантастов Идеи Которые Конечно Они считывают Из информационного Поля Земли Поскольку Готовы считать Ну как делаются Великие Открытия Они же так И делаются Когда человек Уже все знает И вот Он окончательно Как Менделеев Увидел Свою таблицу Всю во сне Вот И поэтому А потом Это естественно В жизни Воплощается Так что Фантастика Это основа Нашей жизни Спасибо Нет Вот Это очень серьезно Вот Я хотел высказ На самом деле Просто Поделиться Своим впечатлением От стихов Яна Я испытал Мощнейшее Влияние От Прочтения Стихов Яна Может быть Оно связано Еще с Личностью Человек Это я Исключать Не могу Но Дело в том Что Вот Ян Совершенно правильно Сам-то Потом Прокомментировал Как он На мой взгляд Правильно Да Потому что Так сказать Да Стихи мощнее Проза Они Но видимо Потому что Они Производят Впечатление Это впечатление Остается Как некий Такой Недифференцированный Смысловой Сгусток Людей В голове Такой Чувственный Скорее И Нерациональный Не иррациональный А нерациональный Еще Который Вот этот Вот сгусток Он потом Может Человеком По-разному Переосмысливаться Воспроизводиться В памяти Реконструироваться И из него Может Родиться И проза И Другая Поэзия И Какое-то Художественное Произведение Все что угодно Это какой-то Энергетический Смысловой Импульс Который Производит Производит Эти стихи Я не думаю Что Ян Тут Какой-то Так сказать Исключительный Поэт Я просто Сейчас О поэзии Вообще Но дело в том Что тут Конкретный случай Мы имеем И я просто Хотел поблагодарить Яна За его смелость Которой я не обладаю Да То что Ян погружается В эту Сферу Мироотношения И он в ней Пребывает Потому что Чтобы написать Одно стихотворение Человек должен Пребывать в этой Сфере Довольно Долго Он может Конечно Мгновенно Написать Стихотворение Я понимаю Это Да Но может Работать Над ним Несколько лет И Это же Очень тяжело Я вот Стихи Как короткое Время Писал Когда умер Мой отец Это Меня сподвину Но потом Через какое-то Время Все прошло И я Просто Не то что Не мог Что-то Зарифмовать Это пожалуйста Это я и сейчас Сяду И сделаю Но это же Не стихи Это не имеет Отношения Никакого То есть Вот что-то Тут Это большая загадка Ну в общем Вот такой вот Извините Взгляд и нечто И Благодарность Спасибо Я просто Для меня фантастикой Оказалось то Что Буквально Я не знаю Дня Ну дня три Наверное Дома назад Я Откнулась Я сейчас Занимаюсь тем Что пытаюсь Ой не надо Да не я Пусть Я не ужасаю Что пытаюсь В общем-то Несколько Сделать Поменьше Свою библиотеку И в результате Так сказать Читаю Перечитываю Иногда Ужасаюсь Иногда Ужасаюсь Длиннотом Иногда Ужасаюсь Сюжетом Иногда Радуюсь Но И случайно Достаточно Мне кажется Это был какой-то Из альмонахов Библиофила Их же было Целая куча В свое время Вот И я наткнулась Как раз На Беляева На историю Его жизни Это меня потрясло Честно говоря Потому что Ведь его произведения Они не Они не Трагичны Они Я бы сказала Даже оптимистичны И вдруг Такой пассаж Это было Для меня Абсолютно Неожиданно И неожиданно Оказалось Что у вас Здесь Об этом Разговор Так что Мораль Что-то Происходит Иногда И